Третье поколение кроссовера Mitsubishi Outlander задержалось на конвейере не по своей воле. Это босс альянса Renault-Nissan, перехватив контроль над тремя бриллиантами, потребовали, чтобы почти готовую машину четвертой генерации спешно начали переделывать. Все ради экономии, ведь новейший Outlander использует платформу, силовую структуру и агрегаты от будущего Nissan X-Trail. Из самобытного, по большому счету, осталась исключительно фирменная стилистика Dynamic Shield. К ней, кстати, никаких претензий, поскольку смотрится дебютант действительно бодро. Хотя салон можно было бы скроить чуточку поинтереснее. Между тем, именно интерьер должен стать главной гордостью модели. Уже обещанный небывало высокий уровень качества, плюс очень дорогие опции, вроде отделки сидений полуанилиновой кожей, трехзонного климат-контроля и премиальной акустики. Разумеется, также заявлены виртуальные приборы, проекционный экран и большой тачскрин медиасистемы. Из действительно интересных вещей подметим 11 подушек безопасности, включая центральную между передними креслами. К слову о креслах. Кроссовер сразу скроен семиместным. И похоже, в новом кузове он будет гораздо крупнее. Даже огромные 20-дюймовые катки выглядят на фоне огромной туши довольно скромно. Хотя точные размеры пока стали секретом. Как уже было сказано, в плане техники свежий Outlander плоть от плоти Ниссана. Место собственного мотора занял X-Trail атмосферник, которому представлен вариатор Jatka на 8 фиксированных квазипередач. Система полного привода создана вокруг многодисковой муфты, при том инженера Митсубиши только лишь дозволили поработать над настройками. И в рамках отпущенного бюджета и существующей конструкции те умудрились организовать управляемый вектор тяги. Суть идеи такова. Электроника выборочно использует тормозные механизмы всех четырех колес. При том японцы хотят предлагать новомодного помощника не только для полно, но и моноприводных версий. Первые экземпляры японской сборки уже отправились морем за океан, поскольку канадские и американские рынки выбраны приоритетными. Ну а мы увидим новый Митсу не раньше 2022 года. При этом московскому офису марки еще только предстоит принять стратегическое решение. Ввести ли первую партию машин из Японии, наладить сборку четвертого поколения на заводе под Калугой или вовсе перенести производство на завод Ниссана в Петербурге. Продолжение следует...